Итак, Елена Ивановна, тема важная, актуальная. Ну, собственно, лето, оно, конечно, уже, собственно, идет к концу. Скоро начало учебного года. Областной совет видит какие-то проблемы, там, скажем, с возложным началом учебного года. Как учебное заведение подходит, собственно, к этой дате, к первому сентября? Что у нас происходит? Я лично считаю, что, в общем-то, областной совет любого СОЗОВа, который был и раньше, и на сегодняшний день, никогда не оставлял без внимания именно наши учебные заведения. Вы помните одно время тогда, когда депутаты областного совета строго контролировали организацию питания в очень сложное время, организацию восстановления детских, дошкольных учебных заведений. И эта работа сегодня продолжается, несмотря на то, что есть проблемы. Вот если говорить о детских садах, то мы же прекрасно знаем, что если в сельской местности еще эти проблемы решены чуть-чуть лучше, то в городе Николаеве более, около трех тысяч детей, которые сегодня стоят, официально стоят на очереди на места в детские сады. Но это как раз является той проблемой, что на начале перестройки, когда детские сады вроде никому были не нужны, они были отданы, проданы, а сегодня снова надо их возобновлять. Поэтому именно вопросы учебных заведений у нас депутаты в областном совете на особом контроле. Я хочу сказать, что 22 августа состоится заседание постоянной комиссии по вопросам культуры, образования, науки и работы с молодежью. И будет рассмотрен вопрос о подготовке к началу учебного года на заседании постоянной комиссии. И уже анализируя ту информацию, которая предоставлена департаментом образования и науки молодежи, и ту информацию, которую мы взяли непосредственно с районов, мы видим, что, конечно, многие вопросы на сегодняшний день решаются. И решаются они не только потому, что, допустим, область хорошо к этому относится, но и на государство. На уровне я хочу сказать, что, вот смотрите, последние годы и программа «Школьный автобус», когда школьные автобусы получают в школы для подвоза детей. И в этом году тоже планируется за счет государственного бюджета 12 автобусов получить. И вопросы компьютеризации школ в прошлом году, особенно под выборами, все это было сделано. Но вместе с тем проблемы все-таки остаются. Я хочу сказать, что практически у нас около 30% районов, которые не выделили из бюджета ни единой копейки на капитальный ремонт отдельных школ. Это проблема, которая сегодня остается. Кроме того, есть и другие. Конечно, мы же прекрасно понимаем, что финансирование сегодня, укрепление материально-технической базы школ, особенно те, которые находятся на бюджетах местных советов, значительно сложнее решать, чем, допустим, те учебные заведения, которые находятся по финансированию в областной коммунальной собственности. А в областной коммунальной собственности у нас сегодня находится как раз школа-интернаты. И я тут бы хотела отметить внимание депутатов областного совета к проблемам школы-интерната. Вы знаете, что буквально два года тому назад был такой резонансный момент, когда две школы, школа номер один и школа номер шесть, мы объединяли специализированную школу для детей с ослабленным слухом. Было очень много всяких резонансных вопросов, но я считаю, что мы правильно поступили депутаты областного совета, добились, что сегодня материально-техническая база. И условия воспитания и обучения этих детей значительно выше, чем она была в городе Николаеве. И, кстати, встречаясь родители, те, которые приходили и жаловались, они сегодня оценивают наши действия более-менее правильными. Следующий вопрос. Вот мы буквально на прошлой сессии в июне месяце принято решение о реорганизации очаковской школы-интернат, в санаторную школу-интернат для детей, сирот и детей, лишенных родительских прав с заболеваниями органов дыхания. Я считаю, что это тоже правильно, потому что мы не используем возможности города Очакова именно в оздоровлении детей. Но в Очакове же есть школа-интернат? Да, это школа-интернат, которая, я же сказала, будет реорганизована. Там будет предоставлен специальный статус, достроен медицинский корпус, которым будут предоставляться все условия для детей с такими заболеваниями. Но у нас же есть уже опыт. Это санаторная школа номер 7, где обучаются дети с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это санаторная школа номер 4, где обучаются дети с нарушением органов движения. У нас Мешково-Погореловская санаторная школа, где обучаются дети, склонные к заболеваниям туберкулезом, будем так говорить. Но это существующие учебные специализированные заведения. А если вы говорите, вот скажем, в Очакове, и нужно достраивать еще медицинский корпус. Да, уже сейчас... Это же дополнительные расходы. Я прошу прощения. Профинансируют государственный бюджет или областной? И в какие сроки это может быть сделано? Значит, для чего надо было принять решение в сессии областного совета о реорганизации? Для того, чтобы дать уже задание на проектирование медицинского корпуса и на всех остальных тех заведений, которые должны быть в такой санаторной школе. Поэтому принято решение. И уже потом, сейчас дадут задание на проектирование управления капитального строительства, архитектурное наше бюро. А потом, в общем-то, уже будут решаться деньги. В какие сроки область планирует реализовать этот проект? Я думаю, что с 2014 учебный год уже начать как санаторную школу. То есть год? Да, год. Я думаю, что... И корпус успеете построить? Да, корпус. Я думаю, что при сегодняшних возможностях строительных, медицинский корпус, тем более там территория, настолько большая территория этой очаковской школы-интернат, что позволяет там без всякого выделения земли, без вот этих всевозможных проволочек там по земле, решить этот вопрос, потому что он находится в собственности школы-интернат. Но, возможно, понадобится доукомплектовать, скажем, персонал, который там работает, медицинскими работниками. Как этот вопрос будет решен? Я думаю, что в этом проблем не будет доукомплектования, потому что там, вы же знаете, что в Очакове раньше работали санаторий, и золотой колос, и солнечный для детей. То есть проблем с этим мы изучали. Этот вопрос не будет. Выезжали несколько раз депутаты областного совета. И еще я хочу сказать, что уже поступают заявки не только от школ, которых обучаются дети-сироты или дети, лишенные родительских прав, а от родителей, дети, которых имеют такие заболевания, для того, чтобы можно было, не отправляя никуда за территорию Николаевской области, оздоравливать детей. Но мы начинали вот, собственно, разговор вообще с ситуацией с учебными заведениями, не только специализированными, но вообще с учебными заведениями на территории Николаевской области. Тема такая, с неким таким политическим даже контекстом, тема оптимизации учебных заведений. Мы часто слышим, что сельские школы особенно сокращаются, там нет детей, либо власть решает, что недостаточно детей. Ну и, собственно, вокруг этого масса, массу всего мы слышим. Николаевской области эта проблема коснулась или нет? Значит, я хочу вам сказать, что действительно, когда мы утверждали комплексную областную программу развития образования, вопрос оптимизации там был тоже прописан, против чего очень категорично выступали представители и компартии, депутаты областного совета, и оппозиции, батьковщины, допустим, что это слово писать нельзя, потому что мы уже дооптимизируемся скоро, так, как когда-то было по детским садам, что школу переведут куда-то, а потом через несколько лет, когда появляются дети, надо будет возвратить эту школу, возобновить, а уже нет ни помещения, ничего другого. Поэтому хочу сказать, что тут нас поддержала областная государственная администрация, и все-таки дали указания на местах, что без согласия общины, сельской громады, ни одна школа не может быть закрыта. Поэтому в 2013 году, в областной... В 2012-2013 году в областной совет не обратился никто из Николаевской области по вопросу о том, что где-то закрывается школа. Я думаю, что... И вот на последней сессии, когда депутат областного совета Романюк по Иланицкому району задал вопрос главе администрации при отчете Николаю Петровичу Круглову, тот взял на контроль этот вопрос по Иланицкому району, и там оставили всех в покое. Хорошо. Тема, которая, в общем-то, смежна с темой образования, массовый спорт, детский спорт, спортивные площадки, это отдельная тема, которая прописана, собственно, и среди программ Николаевского областного совета. Что делается? Я хочу вам сказать, что вообще разделить молодежь, образование и спорт невозможно. Так точно, как мы можем сказать не только о молодежи, можем сказать и о более взрослом категории населения. Я тоже хочу сказать, что сегодня, вот на прошлой сессии областного совета мы внесли изменения в областную программу «Спортивный майданчик», о том, чтобы были построены или возобновлены те детские спортивные площадки, которые были у нас и школьные, и если это есть возможность, дворовые, вот в городе Николаеве, в городе Первомайске, Вознесенске, то есть там не только касается школы, а там касается и других местных расположений, где возможно заниматься массовой физической культурой. Не просто прийти, заплатить в каком-то зале, а массовой культурой. И уже за 7 месяцев этого года, а этот вопрос тоже будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии, у нас есть информация о том, что таких спортивных площадок возобновлено или построено новых 53. Больше всего эти вопросы, больше всего это в городе Николаеве, в городе Вознесенске, в Николаевском районе, в Новобухском районе. Это те районы и города, которые, в общем-то, как бы активно включились в эту работу. Хотя хочу вам сказать и следующее, что мы вообще спортом, я хочу отметить, может быть, вот такой момент. Наверное, потому что председатель у нас областного совета молодой, и он сам занимается спортом, он большое внимание уделяет вообще развитию физической культуры и спорта. И я хочу сказать, что вот такие примеры, когда наша золотая спортсменка Харлан прилетает в соревнования, а ее встречает в Киеве председатель областного совета Иерсириевич Дятлов, наверное, это было неожиданностью и для самой Харлан, она депутат городского совета Николаевского, и для многих тех, которых встречали. И я знаю, что не происходит ни одного такого важного мероприятия, к которому бы, когда спортсмены наши приезжают со своими наградами, чтобы их не отмечали, не встречались с ними, и председатель областного совета, но сейчас и председатель облгосадминистрации. И хочу сказать, что, в общем-то, все это положительно сказывается на взаимоотношениях. И еще момент такой. Ведь с 2012 года областной совет принял решение, в программу включил о том, что мы платим с областного бюджета стипендии тем спортсменам, которые заняли призовые места на международных соревнованиях, и их тренером. И, например, в прошлом году было более 400 тысяч выдано, вот, наверное, многие видели это по телевидению, когда мы вручали стипендии, премии, когда была приобретена квартира Бочкаревой нашей за счет областного бюджета или за счет спонсорских, тот же Харлан. Я считаю, что это очень положительно, потому что Николаевская область, в общем-то, ну, имеет таких выдающихся спортсменов. А они вырастают из тех маленьких, которые на спортивных площадках бегают, которые в сельской школе, на стадионе там играют, в таком хуторском, будем так говорить, может быть, иногда не оборудованном, но потом становятся известными спортсменами. Есть также еще одна важная тема, тема в Радиевке. Ну, собственно, в очередной раз Николаевская область так достаточно в негативном контексте прозвучала в масштабах Украины. Вы члены постоянной депутатской комиссии по законности, депутатской деятельности и защите прав граждан. Когда вот эта вся история развивалась там в июле, тогда мы слышали такие комментарии, что, может быть, областной совет не уделил достаточного внимания вот этой проблеме, этой трагедии. С вашей точки зрения уделил областной совет тому внимания, либо находились в стороне в этом? Нет, я считаю, что мы уделили. Единственное, что, знаете, вот в самом начале вот этих разворачиваний событий у нас некоторые депутаты областного совета с оппозицией попытались даже на сессии областного совета сделать из этого пиар. Я считаю, что тут не пиар должен быть. Тут, если мы уже взялись, допустим, защищать человека, которого, ну, мало того, что изнасиловали, чуть ли не убили, то мы должны защищать всю семью и ее в том числе. И не тем, что каждый день на телевидении рассказывать, какие мы борцы за то, чтобы отставить ее права, а просто-напросто делать все для того, чтобы те, кто совершил преступление, были наказаны, а семья, которая попала в такую ситуацию, чтобы получила поддержку. Поэтому я знаю, что Игорь Сергеевич Дятлов сразу собрал, после заседания сессии, сразу собрал представителей фракции, которые в областном совете. Состоялся такой разговор, может быть, чуть-чуть острый, потому что были разные предложения, чуть ли не до того, что вот всем собраться и начинать, как бы, акции в Аврадьевке. Вместе с тем были, ну, по-разному. Оценить работу нашей милиции неудовлетворительно. У всех абсолютно неудовлетворительные предложения, допустим, были и от компартии, от Батьковщины. Ну, разные были ситуации. Но потом было выработано единое, правильное, я считаю, решение о том, чтобы взять этот вопрос на контроль, оказать семье помощь и контролировать для того, чтобы не третировали эту семью просто-напросто. А, еще было же, значит, пришли к единому мнению, что в областном совете должен быть тоже человек, который работает по защите прав граждан, населения, которое проживает на территории Николаевской области. Предложено было всем фракциям дать свои предложения, что это может быть человек или депутат областного совета, и на этом, в общем-то, акцентировали больше внимания, или же кто-то из известных у нас правозащитников в Николаевской области, которые действительно, я хочу подчеркнуть, не пиарить будут ту или другую политическую силу, а действительно заниматься защитой прав человека, кто бы он ни был, по политическим убеждениям, по своим финансовым возможностям, по национальности. Но у нас, мы действительно должны создать такие условия, чтобы у нас на Николаевщине люди чувствовали себя защищенными. Хотя я хочу сказать... Хорошо. И как далеко уже продлились в решении уполномоченного права человека при областном совете? Сейчас, вот у нас готовится, сейчас начинается заседание постоянных комиссий, они будут, предложения, которые поступили, будут внесены. Я думаю, что на следующей сессии, сессия планируется в сентябре месяце, этот вопрос будет решен. Но я хочу сказать еще о Врадьевке. В то время, когда все остальные пиарились, мы просто-напросто... Вот я хочу подчеркнуть, что я по просьбе председателя областного совета выезжала во Врадьевку, для того, чтобы посмотреть, в то время, когда мама Ирина Крошкова находилась в больнице, оставался там сын, оставалась бабушка, мама, 69 лет. Ну и хочу сказать, что семья очень порядочная, очень скромная и очень работящая. хозяйство там большое. Этот мальчик, 11 лет которому, он взял на себя все обязанности как бы. Для чего мы туда поехали? Для того, чтобы решить, а может быть, ребенку надо в это время где-то после стресса, после мамы. И он, кстати, когда в разговоре со мной, он говорил, я считаю, что 8 лет наказания этим людям, это очень мало, потому что мама целый день работала и только на несколько минут вышла на улицу, вот такое случилось. Для того, чтобы этого ребенка как-то, ну как бы, реабилитационный период, чтобы он провел. И мы 12 июля действительно решили с департаментом науки и образования и отправили ребенка в лагерь наш Орленок, где он был 2 недели. И 2 недели он там, 14 дней он там отдыхал. А в это время мы оказали, наши депутаты областного совета, тот, например, Чебан Александр Александрович оказал помощь семье для того, чтобы то хозяйство, которое там осталось, чтобы оно было накормлено, чтобы бабушка там, она тоже болеет, чтобы была, в общем-то, как бы защищена. Это один вопрос, а второй вопрос, второй еще момент. Вот мы буквально в прошлый понедельник, Игорь Сергеевич за счет сам лично, как бы понимая, что у него тоже такой же ребенок практически, как и этот мальчик, что он такой же, как та же Ирина Крошкова. И возможности, конечно, у каждого, у них разные. Подарил Диме Крошкову компьютер. Когда мы приехали в село, и когда Дима увидел этот компьютер, я вам не могу передать, какие глаза были у этого ребенка. Он не мог дождаться, когда все это настроят. И как только настроил специалист, который с нами ездил, он говорит, ну все, до свидания. Поэтому такие моменты. А в то же время, другие политические партии, я не могу тут не сказать о том, что партия удар. Ну хорошо, приехал Крошков, вручил там, допустим, перчатки, побывал в лагере. Но не надо же писать, что он организовал оздоровление в то время, когда этим занималась, давайте скажем так, областной совет и областная государственная администрация. Ну, пусть это будет на совести тех людей, которые любят пиариться. Хорошо. Прошли до выборов в Николаевский областной совет. По двум округам победили представители партии регионов. Собственно, представители Коммунистической партии тоже выдвигались, показали неплохой результат. Но, собственно, выборы теперь позади. Вот ваше впечатление. Явка такая небольшая. Ну, давайте скажем так. Ну, во-первых, конечно, явка, период такой. Лето, люди заняты своими проблемами, это раз. У нас, во-вторых, ну, наверное, люди уже и устали от выборов, которые без конца у нас проходят. И проходят, ну, давайте скажем так, не совсем так, как бы хотелось, наверное, людям. Потому что все-таки, как бы мы ни говорили, происходит давление на избиратель. Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, ну, конечно, я не считаю, что, допустим, там компартия должна была победить. Очень сложно победить в округах, где в одном округе кандидат в депутаты областного совета, первый заместитель председателя областной государственной администрации Геннадий Борисович Николенко, в виде которого и финансовые возможности, те, которые идут по бюджету, и вопросы строительства, и газопровода, и, в общем, очень многих проблем, которые выходят сегодня на областную государственную администрацию и решаются через того же первого заместителя. Даже вопросы, которые поднимали компартия, и, возможно, компартия Украины, а у нас там депутат областного совета скорой Николай Викторович, и вопросы, то, что хотели закрыть роддом, и то, что сегодня они заходят, идет поезд через Березнеговато, и люди вынуждены, и блокирование там, ездили в Херсон блокировать, и другие очень, и обеспечение углем, школы, другие, которые поднимал скорой не один раз, они, конечно, потом как бы роддом восстановили, все это, но все приписали, конечно, облгосадминистрации. Но это, я считаю, что это положительно, если на проблемы, которые поднимаются другими, все-таки реагируют. Ну, точно так в Снегиревском районе глава райгосадминистрации Кулашкин, он тоже имеет полную возможность влиять на это все. Елена Ивановна, теперь ваши коллеги депутаты, они на вас сейчас обидятся, вот, собственно, в этот момент. Почему? Я не думаю, что они на меня обидятся, потому что они, наверное, тоже и сами это все понимают. Очень сложно соревноваться с теми, кто имеет сегодня власть, тем, кто эту власть не имеет, а еще и зависит от этой власти, давайте скажем так. Потому что у нас, конечно, выдвигались пенсионеры и в Березнеговатском районе, и в Снегиревском районе. Они как бы, ну, не очень зависимы от властей. Но очень сложно выдвинуть на сегодняшний день того человека, который работающий, если он не в той партии, не в партии, которая сегодня при власти. Хотя я хочу сказать, сегодня зрители смотрят и думают, так вы же тоже коммунисты при власти, потому что вы в Верховном Совете, не все с партией регионов. Об этом постоянно прямо говорится. Да, и прямо говорится. Но не один раз отвечали, и точно так и у нас в областном совете. Мы голосуем за те вопросы, которые мы считаем, что они должны решаться. Решаться для всего населения Николаевской области. Если это противоречит нашим взглядам, мы не принимаем участие в голосовании. Точно так и в Компартии, в Верховном Совете. Хорошо. Но все равно надо двигаться вперед, понимаете. Все время говорить нет, нет, нет. И играть только на недостатках. Мы же видим, что за эти 22 года мы, в общем-то, очень мало куда-то вперед продвинулись. Хорошо. Подводя итог разговора. Есть еще одна тема, которую, может быть, хотелось бы обсудить. Областная программа поддержки книгоиздания. Она существует. Она работает на самом деле? Я почему спрашиваю? Потому что мы привыкли, что там огромный перечень программ, принятых областным советом, на такие-то периоды времени. Но на самом деле они там только цифры меняются, даты. И, кажется, на самом деле не работает. Нет, наоборот. Я хочу сказать, что в последнее время все программы, которые мы принимаем, мы постоянно их контролируем. В том числе и программа поддержки книгоиздания, книгораспространения и популяризации украинской книги на территории Николаевской области работает с 2007 года. Уже издано более 60 книг наших местных авторов. И это не только маститые наши авторы, такие как произведения Дмитрия Дмитриевича Кременя, Шевченковского лауреата. Кстати, ему сегодня 60 лет, и я хочу с экрана поздравить Дмитрия Дмитриевича с его юбилеем, пожелать ему здоровья и скорейшего выздоровления. И то, чтобы у него творческое его вдохновение никогда не проходило. Кочурин, допустим, Пучков, но и молодые авторы, те, которые из сельской местности, из Первомайского района мы издавали, из Новобухского района. А как это работает? Вот есть некий автор, у него есть некое количество наработок там в станете. Авторы направляют свои произведения, сейчас Департамент внутренней политики соединили с управлением прессой и связей с общественностью, приносят туда на заседание, предоставляют на заседание консультативного совета. В консультативный совет входят как депутаты областного совета, так и специалисты облгосадминистрации, общественность, писатели, библиотекари. Мы знакомимся, являясь тоже членом этого совета, мы все знакомимся с этими произведениями и, в общем-то, определяем лучшие. После определения лучших и какие возможности у нас финансирования, все это идет еще на заседании постоянной комиссии по вопросам работы средств массовой информации и работы с общественностью. И там уже, так как было еще в прошлом созове, значит, принято такое решение, что приоритетные все-таки книги являются книги, которые написаны для детей. Сначала смотрим, если это достойная книга, она должна для детей и литературно-краеведческие, историко-краеведческого направления. У нас действительно очень славная история, начиная хоть по городу Николаеву, хоть по Первомайску, хоть по Очакову, очень много есть интересных, действительно, события, которых, может быть, раньше не писалось, сейчас пишется, и дети, и наше население должно об этом знать. Поэтому отбираем, вот я хочу сказать, у изданы были книги и известных таких авторов, как Крючкова, и вот сейчас Щукина, очень интересная книга, я смотрела, Николаевская и Очаковская старина, очень подготовлено, красиво. Издан юбилейное издание к 75-летию Николаевской области, к юбилею Яхт-клуба, кстати, прекраснейшее издание тоже, которое у нас все-таки единственный Яхт-клуб, который и профинансировано там из областного совета в этом году 40 тысяч, я думаю, что эти книги будут библиотекой, то есть, это очень важно. А как это, вот профинансировали дальше, тираж напечатан, что с ним дальше? Финансировали, потом управление по делам, прессы, я по-старому назову их, и связи с общественностью им привозят, 10% отдаются автору, остальные раздаются по нашим библиотекам, сельские библиотеки, школьные библиотеки. И мы, кстати, депутаты областного совета, посещая районы, когда, обязательно заходим в библиотеку и смотрим, есть ли там наши книги, действительно есть. А еще я хочу сказать, что очень важно то, что вот поддерживая таким образом писателей, мы поддерживаем и издательство, потому что деньги, которые писатель бы, допустим, разместил где-то там в другом месте, ставится вопрос, что в наших издательствах. И потому такие издательства, как издательство Шамрай, Румянцева, Ирина Александровна Гудем, дизайны полиграфия, возможности Кемерии, сейчас появляются очень многие, за счет того, что и областной бюджет как бы поддерживает их, сегодня выходит, я считаю, что нам не стыдно сегодня показать любую книгу, которая издается нашими издательствами. Это положительно, потому что в последнее время все время говорят, что скоро книга отомрет. Вот будет компьютер, вот есть электроника, с которой можно знакомиться. Я считаю, что книга никогда не отомрет, потому что книга это особое искусство. Там не только читаешь, там же проникаешься всем этим. Олена Ивановна Симоненко, депутат Миколаевской областной рады, представительница фракции КПУ и радник головы Миколаевской областной рады, была сегодня нашей ГУСТО, и кто ответил на наши вопросы. Дякую, все на кращу, успехи вам. До свидания. Дякую вам тоже, все на кращу. Дякую.